Нефтепровод «Дружба» достиг западной границы СССР. Соединились советский и польский участки трассы. Последний шов сваривали на границе Брестской области и Белостокского воеводства. Из социалистических стран Европы лишь Румыния располагала собственными нефтяными запасами. Дружба был, был и остался нарицательным отечественным нефтепроводом. Как река Волга, как дерево береза, так нефтепровод «Дружба». К тому же он иллюстрировал распространеннейшее представление, что все социалистические страны живут за счет наших энергоресурсов. Мол, и отдаем мы эту нефть за просто так по дружбе, и улетает она от нас в трубу. Советская империя была явлением очень необычным в мировой экономической истории. Как правило, митрополии создавали для себя сырьевую базу в колониях. В данном случае сама митрополия, Советский Союз, был сырьевой базой своих восточноевропейских колоний. Они были тесно к нему привязаны, не могли существовать безресурсной подпитки из Союза, но за такую привязку приходилось недешево платить. В 60-х годах поставки советской нефти в Восточную Европу примерно вдвое превышали объемы ее продажи на конвертируемую валюту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!